Дмитрий Олейник! Ну что ж, всем привет! Это социальный Олейник, проект о мире, в котором живут люди. И мы продолжаем разваливать всяких психологов, торологов, нумерологов, сексологов, орнитологов. В общем, всех тех, кто пытается вводить вас в заблуждение всякими идиотскими умозаключениями. Кстати говоря, популярностью огромной пользуются всяческого рода эксперты по отношениям. Естественно, они эксперты. Люди называют себя экспертами. Мне оператор показывает, чтобы я так сделал. Они называют себя экспертами. Психолог, сексолог, эксперт по отношениям. Вот это все. И они еще делятся на два типа. Одни занимают позицию мужчины, то есть они говорят то, что удобно мужикам. Даже если они не согласны с этим, даже если это идет вразрез с их убеждениями. Они это говорят, чтобы фармить подписчиков. Если вы этого еще не поняли, вот, пожалуйста, вам раскрываю этот кейс. А вторые как бы на стороне женщин. Их, конечно же, больше, ну потому что так уж получилось, что женщины более податливы. Меня критикуют и упрекают в том, что типа я вот топлю за интересы мужиков и все. Нет. Я в данном контексте не топлю ни за одни интересы, ни за другие. Я топлю за здравый смысл и за сохранение человеческого облика. Потому что и те говнари, которые впаривают какие-то установки для женщин, и те, которые впаривают для мужчин, они являются критически вредоносным элементом. Они транслируют какую-то легализацию, проституцию через отношения. Другие транслируют и учат, как манипулировать. То есть, всячески убивают нормальный, здоровый, естественный процесс коммуникации между мужчиной и женщиной. Когда и один, и другой человек, просто оставаясь самим собой в естественном ключе, собственно говоря, является участником этой коммуникации. Все. Чтобы никаких больше сомнений не было, мнения омерзительны все. И сегодня, кстати, вот такой у нас товарищ. Я не знаю, как его зовут. Для меня это очередной балабол. Он как раз-таки топит за интересы мужиков. За интересы мужиков он говорит опять. Вот давайте посмотрим сразу, что я буду. Зовут его, не знаю, фамилия Светулов. Как сделать общение с девушкой проще? Как сделать общение с девушкой проще? Тебе виднее, братишка, научи нас. Сделать общение с девушкой проще. Привет, меня зовут Дмитрий Светлов. Я психолог-сексолог и эксперт по соблазнению. Эксперт. Вы просто посмотрите на его обреченный взгляд, когда он озвучивает вот эти свои регалии. Привет, меня зовут Дмитрий Светлов. Я психолог-сексолог и эксперт по соблазнению. У мужика откровенная какая-то безысходность в глазах. Какая-то вот... Ему самому стрёмно это произносить. Ну, реально, вы посмотрите на это. Эксперт по соблазнению. И просто вот нормальный, здоровый человек, вот из всех, вот кого я знаю. У кого вот в язык повернется, причем мужику там лет 40 уже, он не молодой. У кого вообще повернется на тяжелых щах сказать, что типа, я эксперт по соблазнению? Эксперт по соблазнению. Соблазнитель ты наш. У тебя же... Эксперт, блядь, по соблазнению. Как будто просто он не знает про Артура Пирожкова, наверное. У тебя есть любовь, у меня красивое тело. Просто, понимаете, когда человек говорит, здравствуйте, я врач, я сантехник, я учитель, преподаватель, пожарный, полицейский, военный, инженер, физик, химик. Это звучит, ну, достойно, нормально. Но когда человек говорит о том, что он эксперт по соблазнению, чувак, извини, конечно, я, наверное, из уважения к возрасту не должен к тебе так обращаться. Ну, ты, ты смешон. Вот, просто смешон. Ну, давайте посмотрим, может, он что-то серьезное скажет. Ладно. Эксперт, эксперт. Он не эксперт по отношениям, он эксперт по соблазнению еще. Офигеть, соблазнитель ты наш. Ну-ка. Давай разбираться. Давай. Как сделать общение с девушкой проще или точнее, как не осложнять себя общение с девушкой? Как не осложнять себя общение с девушкой? Ну, если ты дегенерат кончен и вообще не общаясь просто с девушками, да и все. Ну, ладно, это мое мнение. Я не эксперт, поэтому я просто мнение говорю, а он-то знает, как надо. Прежде чем я продолжу прямо сейчас, дышись на меня. На консультацию к тебе обязательно запишешь. Так, пункт первый. Не надо давать советов, если девушка тебя об этом не просит. А вообще, в принципе, надо давать советы людям, если вас об этом не просят. Ну, вот, если это не девушка, а кто-то другой. Если это мой друг, моя мама, папа, бабушка, дедушка. То есть, это какая-то Америка сейчас открыта нам или что? Ну, ладно, пункт первый. Не давать советы, типа, я не знаю, типа, не сыри в закрытую унитаз, там, типа, что дальше там будет, блядь. Ну, типа, не ссы в штаны себе. Это для людей, короче, у которых какие-то, знаешь, откровенно когнитивные прям вообще расстройства, где у них когнитивный интеллект находится там ниже плинтуса. Ну, ладно. Первый, короче, он говорит, не делай девушке советов, если она об этом не просит. Хорошо. Следующий. Не надо ей советовать, как жизнь. Она пускай сама разбирает. Хорошо. Второе. Не нужно говорить «да» и соглашаться с чем-то, если ты хочешь сказать «нет». Охренеть! Мне, короче, лет 70 уже, я про это не знал. Вот есть же люди, да, какие-то, которые там не хотят чего-то делать, но говорят это. Но это насилие над собой. Просто зачастую люди действительно вынуждены это делать. Но всем очевидно, что это плохо. Что это плохо, что это насилие над собой, так или иначе. Ладно, третье. Первое. Он нам говорит не делать советов, когда у тебя не просят. Второе. Он нам говорит о том, что не нужно... Что там не нужно? А, не нужно говорить «нет», не нужно говорить «да», когда ты хочешь сказать «нет». Третье. Ладно. Третье. Не нужно пытаться помочь девушке, если она прямо тебя об этом не знает. А чем это отличается от первого пункта, когда ты не даешь ей советы? По сути, это одно и то же. Типа, не лезть в личные проблемы человека, если он тебя об этом не просит. Просто надо четыре пункта. Просто нужно тайминг как-то расширить тебе. Просто воды полить. По словам блудить хочется. Дмитрий Светулов. Я посмотрел, как ты зовут, кстати. Дмитрий Светулов. Кстати, мы тезки с тобой. Ладно. И четвертый сейчас пункт будет. Я так понимаю, что там что-то интересное будет. Просила. И четвертое. Не нужно делать ничего, что идет против твоих правил. Опять же, первый пункт вяжется с третьим. Это один пункт. И второй пункт вяжется с четвертым. Во втором пункте он говорит, не надо говорить, да, когда ты хочешь сказать, нет. Он говорит, не делай того, что вяжется, не вяжется с твоими правилами. Идет против, вразрез с твоими какими-то ценностями. Слушай, ну я не знал. Я понимаю, что надо быть реально экспертом по соблазнению, чтобы такие прописные истины людям впаривать. Слушай, ну просто, теперь серьезно, давайте вот, ну, надо быть экспертом, чтобы понимать, что не нужно давать советы там, где их не просят. Надо ли быть экспертом, чтобы уважать свои ценности и не идти вразрез с ними. Надо ли быть экспертом, чтобы, ну, опять же, тот же самый пункт, который он озвучил, я дублирую, не лезть там со своей помощью, если у тебя ее не просят. Это, это слова настоящего эксперта. Возможно, он нам скажет, что действительно какие-то тайны, знания эксперта по соблазнению, он знаете, где даст? На вебинаре. На вебинаре. Подпишись на канал и обязательно записывайся на вебинар. На бесплатный, на котором он будет, вероятно, я предполагаю, впаривать тебе свои консультации, блин. Где ты, где скажешь, что типа, я научу тебя соблазнять баб, и вот, и ты теперь больше не будешь чмом. Дружище, ты будешь чмом, если ты будешь это потреблять. А вот почему? Потому что вот эти люди, они для многих являются лидерами мнений. Но когда для тебя лидер, а лидер мнений, это человек, так или иначе, который интеллектуально выше на тебя, ну, на какую-то ступень в этой иерархии, да, то есть он для тебя какую-то авторитетность представляет. Так вот, дорогие мои, если для вас вот это дно, это лидеры мнений, то вы, конкретно вы, ваш интеллект, ваша интеллектуальная состоятельность, она находится ниже плинтуса. Это дно пробито. Потому что, еще раз говорю, человеку, которого в башке, там, я не знаю, IQ хотя бы там превышает 15, он уже поймет, что здесь что-то не так. Что когда 40-летний мужик сидит и с обреченным, поникшим взглядом говорит о том, что он психолог, сексолог и эксперт по соблазнению, уже должно что-то щелкнуть вот между ушей, если там какашка какая-то есть. И выключить это дерьмище. И не смотреть это. И только так мы сможем бороться с вот этим вот, с вот этой вот заразой информационной. Всего хорошего вам. Субтитры сделал DimaTorzok